Здравствуйте! Меня зовут Юрий Ткач. Я познакомлю вас со Spring Framework и его core-функциональностями. Spring Framework, когда он возник и стал популярным. Возникло в старые добрые времена, когда доминировал в мире EGB. Это был мощный сложный монстр, на котором делали корпоративные приложения. Идеи, которые заложены в EGB, они хороши, но для простых несложных проектов это было тяжеловесным, используя такое и запускать сложных контейнеров. Какие же есть основные преимущества Spring Framework, благодаря которым он завоевал сердца миллионов? Ну, во-первых, Spring — это легковесный фреймворк. Легковесный в двух смыслах. Первое. Он состоит из набора jar-файлов небольшого размера. Раньше это вообще был только один jar, он занимал около двух метров. Сейчас он разбит на разные отдельные компоненты. То есть, если, например, вам не надо работать с базой, то вы Spring GDBC не подключаете. С другой стороны, что значит lightweight, это то, что классы, которые вы пишете, они могут быть вообще независимы от Spring. То есть, классы сами по себе, Spring сам по себе. Таким образом, у вас нет жесткой связи с фреймворком. Дальше. Spring — это контейнер. Что это значит? Spring управляет жительным циклом объектов, которые он создает и которые в нем живут. Вам не надо будет писать new, dispose, создавать зависимые объекты. То есть, они все будут в контейнере жить, крутиться и там же и вариться. Spring — это фреймворк. То есть, кроме того, что он контейнер и в нем объекты, он вам еще предоставляет кучу готовых сделанных велосипедов, которые очень хорошо ездят. То есть, в Spring есть много утилитарных классов, которые упрощают работы с базой данных, с почтой, с веб-сервисами и т.д. То есть, много околоджавных технологий, которые используются в различных приложениях. Ну, основная фишка — это, конечно же, dependency injection. Это имплементация принципа инверсии контроля, когда объекты не создают свои зависимости, а получают их. Но об этом подробнее чуть позже. И вторая фишка — это аспектно-ориентированное программирование. Spring сам реализует поддержку ОП, а многие его утилитарные классы и функции работают с помощью этой технологии. Об ОП мы также поговорим немножко позже в этом курсе. Итак, какие же основные модули есть в Spring? Ну, во-первых, это Core-контейнер, который состоит из Core-модулей, так сказать, ядро Spring. Эти модули вы будете чаще всего использовать, когда создаете даже простое приложение. С них вы начинаете, а дальше постепенно добавляете другие модули, ну, если необходимо. Основные два модуля — это Bins и Core, которые управляют бинами и реализуют внедрение зависимости. Контекст, который управляет контекстом, где хранятся бины, и обеспечивает доступ к ним. Expression — это специальный язык выражений, который может использоваться для поиска и модификации графа бинов во время выполнения программы. Следующий модуль — это модуль поддержки ООП. Сюда входит внутренне встроенный модуль ООП, который позволяет вам использовать, собственно, аспектно-ориентированное программирование. Плюс — это модуль Aspects, который обеспечивает поддержку библиотеки AspectJ. Дальше — это модуль Instrumentation. Он необходим, когда вы используете Spring в каком-то Application Server, например, там CAD или JBoss. Он обеспечивает загрузку ваших классов в контейнер и позволяет ему управлять Spring-контекстом и бинами. Соответственно, есть очень много модулей, связанных с доступом к данным и интеграцией между различными приложениями. Это и JDBC, и различные ARM-технологии, а также поддержка транзакций, GMS и других интеграционных вещей. А также модули Web и Remoting, которые позволяют создавать компоненты для работы в веб-приложениях, а также непосредственно сами веб-приложения. Тут и поддержка базовых вещей, например, реализация загрузки файла на сервер. Также есть реализация паттерна MVC для создания веб-приложения. И компоненты для создания веб-сервисов, обеспечения безопасности и интеграции с другими веб-технологиями. И, конечно же, есть модуль Test, который позволяет упростить тестирование Spring-приложений. С помощью него можно поднять Spring-контекст, создать бины, ну, соответственно, вызвать их методы и протестировать. Как подключить Spring и создать проект с помощью него? Чтобы лучше усвоить материал, я вас попрошу параллельно с просмотром этого и следующих видео писать код и программировать некоторые вещи. Это позволит вам на практике понять, что как устроено и что как работает. Итак, запускайте вашу любимую IDE, создавайте обычный Maven проект, назначьте ему такие группы ID и артефакт ID, хотя можете выбрать любые другие на ваш вкус. И в POM.xml добавьте зависимости на следующие четыре модуля Spring. Мы будем использовать и другие модули, но они подтянутся автоматически, как зависимости. Версию Spring используйте 3.2.13, ну, либо можете попробовать самую последнюю, которую вы найдете в репозитории. Подключите все модули Spring с одной и той же версии. Главная зависимость здесь SpringContext и SpringContextSupport. Они же подтянут все остальные модули, которых им не хватает. Tx – это для поддержки транзакций, GDBC – для работы с базой данных. После сохранения POM.xml посмотрите в IDE, какие библиотеки вам подтянулись, как зависимость. В этом вы видите и SpringWinx, и SpringAVP, ну, а также кучу других библиотек. Ну и теперь продолжим изучать Spring на определенных примерах. И чтобы разобраться с DependencyJetion, мы начнем с такого простого приложения. Создайте три класса – APP, Client и ConsoleEventLogger. В классе ConsoleEventLogger будет только один метод – LogEvent, который будет просто выводить на консоль переданные ему сообщения, то есть сделать System.out.println, и все. В клиенте будет ID, имя и только getter и separate. В классе APP у нас будет клиент и EventLogger, которые там же и будут создаваться. Также там будет метод LogEvent, который будет принимать строку и обращаться к EventLogger, чтобы он уже ей занимался. Ну и, соответственно, будет метод PublicStaticVoidMain, который будет запускать наше приложение. В нем мы будем вызывать методы LogEvent, и таким образом сымитируем систему для процессинга каких-нибудь реквестов на логирование. В классе APP в методе LogEvent также добавьте небольшую логику. Если в сообщении Message присутствует ID клиента, то вы этот ID подменяете на FullName, и уже новые сформированные стринги отправляете на ConsoleEventLogger, чтобы он вывел это на консоль. Ну, так сказать, небольшая логика, чтобы наше приложение хоть что-то делало, а не просто печатало на консоль. Запустите приложение и проверьте, что все это работает как ожидается. Давайте теперь критически взглянем на наше приложение. Оно хорошее. Оно решает свою задачу. Оно принимает ивенты и куда-то их логирует. Ну, пока что на консоль. Какие же у него есть проблемы? Одна из основных проблем – это то, что наше приложение сложно модифицировать. Хотя, ну, что что сложного? Ну, взял, переписал код, да и все. Но проблема в том, что данные нашего приложения зашиты в код. Например, возьмем клиента. Мы создали его в приложении и жестко вписали ему имя и айдишник. Захотим нового клиента – надо будет перекомпилировать наше приложение. Конечно, данную проблему несложно решить. Ну, вынести все данные в property файл. Но все равно она у нас присутствует. Следующая проблема нашего приложения – это невозможность масштабировать его. Ну, что это значит? Представьте себе ситуацию, что мы, например, логируем ивенты, ну, пока что раз в секунду. Все нормально работает, проблем нет, ивенты идут. Но что, если начнут ивенты сыпаться очень часто, и мы захотим изменить их обработку, не знаю, добавить кеширование, да, или даже логику процессинга поменять? Наша проблема в том, что мы логер создали в одном экземпляре. Мы его жестко прописали. Написали new logger и так далее. Проблема в том, что у нас нет простой возможности как-то изменить эту логику, добавить новую функциональность без перекомпилирования приложения. Еще одна проблема – это тестирование приложения. Консоль eventlogger несложно протестировать, написав unit test и проверив, что на консоли будет то, что вы ему дали. Это хорошо. Но как, например, протестировать класс app и метод log event, который делает замену ядичника на имя? Когда вы напишите для него unit test, получится, что вы неявно также тестируете и консоль eventlogger. Мы, конечно, можем решить каждую проблему в отдельности. Но все эти три перечисленные проблемы возникают по одной причине. Это наличие сильной связности в приложении. То есть, когда у вас классы друг друга создают, когда в них зашиты данные, логика, которая обрабатывает эти данные, тоже создают новые классы. Когда все это присутствует, значит, у вас есть сильная связность. А значит, могут быть вышеперечисленные проблемы. Ну, может и больше. Как же все это решать? В этом нам поможет реализация приложения со слабой связностью между отдельными его модулями. Об этом мы поговорим в следующих дней. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok